Привет, с вами Сергей Кулеш, Hotline Video и оригинальный имиджевый нетбук Samsung NS310. Он окрашен самый яркий и жизнерадостный оттенок синего цвета из тех, которые нам доводилось видеть. Не забыли дизайнеры и про слабый пол, для которого предназначен не менее выразительный розовый вариант оформления. Кстати, похожая модель у компании Samsung уже была и даже называлась аналогично N310. Скругленная форма корпуса, выпуклый логотип во всю ширину крышки, а также сочетание островной клавиатуры и экрана, прикрытого прозрачным пластиком, характерны для обоих устройств. Вот только первая модель отличалась известной долей практичности, так как была выполнена из прорезиненного пластика, тогда как в случае с NS310 вы остаетесь один на один со свергладким глянцем. Емкий аккумулятор на 66 ватт-час заметно выступает за пределы днища, что несколько портит впечатление от устройства весом всего 1,22 кг. Впрочем, наверняка будет доступна и более тонкая половинная батарея. Набор портов стандартен, отметим картридер на фронтальной грани и складывающийся RJ45. Темная рабочая поверхность и экран выглядят неожиданно строго на фоне ярких внешних панелей. Впрочем, в темноте ее можно разнообразить активной подсветкой клавиатуры, эта опция весьма редко встречается в классе нетбуков. Нетбук оснащается двухъядерным Atom N550 и стандартным чипсетом Intel NM10. В результате его производительность лишь немногим выше, чем у большинства моделей среднего класса. Сила Samsung NS310 в дополнительных функциях и усиленном аккумуляторе, который позволил ему продержаться 5,5 часов в режиме максимальной нагрузки и более 9 часов в режиме чтения. Управлять дополнительными возможностями удобнее всего с помощью оболочки Control Center, которая вызывается по сочетанию FN plus F1. Здесь можно отключить подсветку клавиатуры, продлить ресурс батареи, задействовать гибридный спячий режим и так далее. Экран со стандартным разрешением 1024 на 600 точек выполнен постоянно без бортиков. Его отличает высокая максимальная яркость в 180 кандел на метр квадратный и качество изображения выше среднего. Островная клавиатура выделяется продуманной раскладкой. Гладкий черный пластик не собирает отпечатков пальцев, однако рабочая панель оказалась недостаточно жесткой. Даже небольшое усилие, направленное в ее сторону, отзывается заметным изгибом подладонной панели и подложки клавиатуры, а в некоторых случаях явным скрипом. Тоже замечание справедливо и для крышки нетбука. Как подобная гибкость скажется на надежности устройства, покажет только реальная эксплуатация. Samsung NF310 оригинальный 10-дюймовый нетбук, ориентированный на молодежную аудиторию. Станет неплохим выбором для тех, кто сможет простить ему высокую стоимость и недостаточно жесткий корпус за жизнерадостный дизайн. Субтитры создавал DimaTorzok